Чувствую, как радость зашкаливает Но во всяком случае, теперь есть возможность Я думаю, что все, кто смотрели эти уроки Цикл уроков, 120 уроков про благодарность Уже есть возможность в любой ситуации, в которой вы находитесь Всё-таки сделать так, чтобы увеличить радость Если вы просто захотите, у вас есть уже огромное количество инструментов Огромное количество инструментов, слава Богу, у всех у нас Как увеличивать радость в любой ситуации Благодарность, радость – это страшная сила, как говорится Благодарность и радость – это страшная сила И которая ведёт нас, в общем, к устойчивому счастью То есть, ещё раз я хочу в терминологии разобраться Пока мы находимся ещё в месяце Адар Увеличиваем радость Сегодня у нас какое? 25 Адара, 4 апреля И мы продолжаем мощно, сильно, ярко увеличивать радости И до 30-го урока мы дойдём как раз И в Ниссане начнём изучать про чудеса Наверное, да, месяц Ниссан, месяц чудес Начинается Песох Надо подумать, какую книгу изучать Как делать чудеса в своей жизни Наверняка есть какая-то такая книга Как какие-то, я поищу, да, вот эти Наверняка кто-то писал такую книгу Есть такое понятие в иудаизме – сгулот Сгулот – это, вот, еврейский народ называется Ам-сгула, Всевышний его назвал Народ Сгула – это какое-то такое Что-то особенное такое Да, вот если Я так думаю, что сгула – это само слово переводится Особенное Есть особенные действия Особенные какие-то такие действия, молитвы Вот есть молитва сгула Вот я вам приведу пример сгулы Вам будет понятнее, что такое сгула Например, был такой великий праведник Из города Звиль Он был рэбами Звиль Звильский рэбе И он где-то в начале прошлого века Еще не было государства Израиля Там 1900, например, там, в 20-м году Плюс-минус, да, я точно не помню Он был рэбе, то есть великий мудрец, праведник Все к нему приходили за брахо У него было много хасидов, много учеников Все, в Звиле города Это Новгород-Волынск его потом переименовали И вот этот рэбель и Звиль Он вдруг, он исчезает Просто он исчез Исчез он Нету ему Значит, а куда он исчез? Он сам лично переехал в Израиль Никому ничего не говорил Чтобы никто не знал, что он великий такой человек-мудрец И он спокойненько, дедушка такой Приехал в Иерусалим в 20-е годы Голодно, холодно, там, все И он, значит, и он сидел где-то в Бэтмендраше Чтобы не было, никто не знал Чтобы никто не знал, значит, что он такой великий человек Просто дедушка сидел, учил Тору И тихонько-тихонько, как скрытый праведник И делал заповеди Ну, потом его кто-то узнал уже Каким-то образом он опять здесь скрывался В общем, он скрывал очень, что он великий человек Пытался полностью избегать внимания А потом, когда началась война Фашисты, значит, они хотели захватить Израиль И хотели захватить Иерусалим И вот немецкая армия Которая не проиграла ни одного сражения до этого Она, значит, со стороны Едипта Надвигается на Израиль Надвигается, она надвигается Все, значит, уже арабы радуются Что все, значит, сейчас евреев здесь не будет И фашисты уже подходят Подходят они к Иерусалиму И тут, значит, ну, все там молятся Как-то думают, как-то будем защищаться Все И тут вот этот Звильский рэб Рэб и Звиль И второй там был какой-то очень великий Сефардский раввин, каббалист Они, значит, насколько я помню Я эту историю читал Был какой-то легкомоторный маленький самолетик Такой, и они облетели всю землю Израиля Они молились Потом они пошли на молитву На могилу, по-моему, Рахаим На могиле еще одного праведника Они молились И потом там произошло какое-то знамение Они сказали, все, значит, все будет хорошо Можете не волноваться И действительно, фашисты, которые до этого не проигрывали ни одного сражения Значит, тут их английские войска Под руководством, по-моему, генерал Аленби его звали Потому что Израиль тогда был под властью Английской империи Они, значит, выигрывают первую битву у немцев И дальше немцы больше не выиграли ни одной битвы Их гнали англичане до Африки Значит, то есть это было Вот это называется Сгула Теперь, вот этот вот трав из Звиль Рэба Мизвиль Он похоронен в Иерусалиме И есть такая традиция Что тот, кто молится у него на могиле Понедельник, четверг, понедельник подряд Или четверг, понедельник, четверг То есть это дни, когда читают Тору То есть два дня в неделю Вот понедельник и четверг в синагогах Читают недельную главу святок Торы И в эти дни Тот, кто приходит молиться на его могилу С одной и той же просьбой То есть главное, все это время молиться об одном и том же Значит, то И прервалось Теперь дальше Что здесь интересно Лерри Фуашлума, что было полное выздоровление операции Максим Бен Галя И сегодня тоже один очень хороший человек Ему делает операцию Шмуэль Мойше Бен Этя Его зовут И он как раз из города Звиль Вот может быть Новгород Волынске То есть его семья Они были как раз хасидами давно Вот этого Рэба И значит Тоже вот я все собираюсь как-то поехать на его могилу Это очень-очень такая важная вещь Пример, что такое сгула Я думаю, в Ниссане Было бы интересно начать изучать Вот эти вот сгулот, молитвы Как, что Потому что Это как вот интернет Мы же не знаем, как он работает Правильно? Но он же как-то работает Есть же какие-то там протоколы, технологии Я только знаю, что если перезагрузить сейчас раутер То он лучше будет работать А если не перезагрузить Вот он так и будет сбиваться Но вы не переживайте Все к лучшему Если что-то сбивается Вы в это время запишите свои какие-то мысли И как раз мы тренируемся не отвлекаться И принимать все с любовью от Всевышнего Даже если перерывается соединение Ничего страшного Интернет же есть, слава богу Не может же быть в жизни, чтобы все было идеально Иногда бывает, что прерывается Почему-то здесь вот Чистова зелененькая Все, продолжаем изучать Как увеличивать радости Сегодня у нас урок Очень интересный такой Совет он нам дает Он говорит так Сейчас Но с другой стороны Если постоянно что-то прерывается Надо что-то сделать Значит, я сейчас перехожу На другую локацию И на этой другой локации Я сейчас сделаю, чтобы связь была получше Все, перехожу на другую локацию Готовьтесь Все, идем вместе с вами На другую локацию Все Так Это Секундочку Главное, чтобы сейчас все не упало Вот так и в жизни Что-то получается Что-то не получается Ну, всегда у нас есть возможность Попробовать что-то новое Попробовать что-то другое И Значит, вот я перехожу на другую локацию И надеюсь, что на этой другой локации У нас будет все Получше Все, сейчас у нас будет получше связь Потому что В телеграме, как минимум Я перейду сейчас на мобильную связь Все, дорогие друзья Значит Возобновить Возобновить И перехожу я здесь на мобильную связь Телеграм Все, дорогие друзья Ну что, надеюсь, что сейчас лучше видно, лучше слышно Все, лучше видно, лучше слышно О Итак Дорогие, дорогие, уважаемые друзья Мы продолжаем Значит Совет, который нам дает В книге Жить Быть в радости Я книгу, кстати, внизу оставил Но так как я все помню Значит, буду по памяти проводить урок Он дает такой совет Если тебе, говорит, грустно И Ты хочешь, чтобы тебе стало не грустно И ты уже использовал все предыдущие 12 инструментов Мы уже выучили Значит 13 инструмент Весели других Как раз это инструмент Очень-очень действующий Я стараюсь его использовать Я знал, что оно так работает То, что ты хочешь, чтобы у тебя было Ты должен давать другим Это удивительный духовный принцип Который Который работает Во многих Он отражается во многих ситуациях Но одно из самых ярких отражений Это То, что ты хочешь, например, выучить Когда ты это вслух рассказываешь кому-то То ты это запоминаешь лучше А то же самое работает с радостью Когда ты хочешь, чтобы у тебя была радость Начни давать радость другим людям Теперь этот же духовный принцип Работает Если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги Помоги заработать другим людям Как Блумберг, например Блумберг, он как стал миллиардером Он давал людям информацию очень быстро О том, как зарабатывать деньги То есть финансовая информация И Блумберг на этом заработал Тридцать или сорок миллиардов долларов На том, что он помогал другим людям Зарабатывая деньги Они ему платили тысячу долларов в месяц За то, что он им давал Подключал им к источникам Своим информациям Например, тот, кто хочет Чтобы У него были деньги Он дает другим людям Что-то полезное Казалось бы, он дает Это знаете, как принцип этот работает Самое простое его выражение Что у тебя есть зерно Теперь ты это зерно можешь съесть И все Или ты это зерно кладешь в землю И это зерно превращается в 50 зерен В колосе Понятно С радостью то же самое Он приводит автор книги Быть в радости Он приводит историю про своего друга одного Который утром поругался с женой А он работал Кем он работал? Он работал на детских утренниках Этим самым Ну, как аниматор, да? И он выходит из дома Вообще в таком настроении Там все поругался Говорит Как же я буду работать? А потом он начал веселить детей Тут же он забыл о всей вот этой ситуации То есть Это такой закон 13-й инструмент Как быть в радости Давайте я сейчас Вместе повторим предыдущие 12 Потому что смысл обучения Он в чем заключается? Смысл обучения заключается в том Что когда ты Смысл обучения Сегодня, не знаю почему Такое сегодня что-то творится с интернетом Непонятно мне, почему так все происходит Но бывает происходит Наверное, что мы потренировались Быть в радости Потренировались Не обращать внимания на Это для нас тренировка Сегодня Всевышний для нас устраивает тренировку Значит как А ну-ка проверим сейчас экзамен Знаете как Экзамен сейчас проверим Как вы Проверим сейчас экзамен Как вы Хорошо ли вы учите уроки радости Или вас сбой интернета выбьют Значит Да Не прошел тест Если Значит сейчас расстроился А если не расстроился Молодец Прошел тест Итак первое Вот Сейчас у нас получается Сбой интернета Нам дают Тренировку У нас сегодня такая Полоса препятствий Ах Вообще Выбивают Ну что это такое Вообще Я не понимаю Что-то Полоса препятствий у нас сегодня Просто реально выбивает Выбивает реально интернет Не понимаю Как Почему А так они конечно Это шутка То есть Иран может планировать Сколько угодно Ничего Они не будут Никого атаковать Потому что они Боятся Когда их убили Главного генерала Тоже они там что-то кричали Пыхтели И ничего не сделали Этот генерал Поменьше чем тот А журналистам Не верьте Вот журналисты Они чисто Чтобы их читали Они пишут Конечно новость такая Пугающая Да Но Но по факту По факту Эту новость Написал какой-то Журналист Которому сказали Слушай Давай что-то Твои статьи плохо читают Что-то Тебя мало просмотров А им же платят По тому Сколько их читают Поэтому он сидит Думает Блин Деньги нужны Все надо как-то Ну Зарабатывать Да Эх напишу По сообщению источников Каких источников Каких сообщений В общем Второй Второй способ Увеличивать радость Это Шутки-прибаутки Да Третий способ Увеличивать радость Это Это Способ Станиславского Веди себя Как будто бы ты радостный Как будто ты радостный И радость приходит Да Вот Все Я вспомнил об этом Сразу улыбнулся Улыбнулся Значит И Так 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 Значит Все Улыбнулись Все И двигаемся дальше Четвертое Четвертое Музыка 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 Значит Музыка Нас связала Тайна наша И стала Всем Чему-то скажу А в ответ Нас не разлучишь Нет Нет Значит музыка Пятая Пятая Это Капсула радости У каждого из нас В жизни было Множество радостных Событий У любого человека И нужно Вот эти вот события Собирать Такие капсулы Как витамины В альбомчите Где-то Записать Альбом моих радостей И вспоминать Я кстати Вот Вчера бегал И думаю У меня Среди списка Моих вот этих Капсул радости Первая капсула радости Ну не первая Такая Большая Это я когда-то Занял третье место На чемпионате мира Среди юниоров В беденной 110 с барьерами В Сеуле На Олимпийском стадионе Значит 19 лет Я был такой Коник Вообще И я занял Третье место У меня медаль Даже дома есть Все годы У меня ничего Практически Я с собой ничего не вожу Но жена Эту медаль Привезла Есть моя медаль Такая Бронзовая медаль Настоящая Сеул 92 год 1992 год И потом Я пробежал В 2015 году Марафон 42 километра Я вчера вспоминал Как раз я бегаю Я все это повторяю Почему я это запоминаю Потому что В детстве Когда-то Я запоминал шансон И я помню Там 100 песен шансона Я пел В Свордендернаде А мне шансон В жизни вообще Не помогает Вот вообще Я не понимаю Зачем мне эти песни пел Мне он вообще Ничего не дал В жизни хорошего Не вот столечко Этот шансон Да А вот эти вот Уроди про радость Про счастье Приходится сейчас Все время повторять 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 Даже когда бегаю Чтобы Вот эти пазлы Позволяли все время Выбирать нужную мысль И На эту нужную мысль Ты переходишь И ты получаешь внутри Позитивную Хорошую эмоцию Ты живешь Тебе хорошо Значит Вот я Когда бегаю Я повторяю И вот я вспоминал Вот эти вот Капсулы радости Это пятый инструмент Радости Который мы выучили И я вспомнил Что у меня Вот эти вот Две большие радости В жизни Были связаны С ногами Ну с телом Со спортом И я очень благодарил Бежал Благодарил своей ноде Думаю Спасибо вам ноде За то Что вы мне Столько радости В жизни принесли И значит Это пятый инструмент Собирать Прямо Сделать журнал Своих радостей Если вы хотите Сейчас Зарядить Свою нервную систему Свою эмоциональную Сферу Вы вместо того Чтобы читать Новость Какого-то сумасшедшего Что Иран Сказал Что он Ну сказал Он за последнее время Это сказал Уже он Каждую неделю Он говорит Этот Иран И ничего Этот Иран Не сделал Не сделает И не сделает Израиль вечный Был Есть и будет И с Божьей помощью Значит Чего волноваться Да уже Сколько тысяч лет Израиль Существует И будет Дальше Существовать Значит Дальше Пятое Это капсулы радости Вспомнили Капсулы радости Шестое Шестое Это Кто Богатый Говорит нам Тора А самое Бехалко Рад своему Уделу Значит Нужно смотреть На то Что у тебя есть А не на то Чего у тебя нет Потому что Если ты смотришь На то Чего у тебя нет Тебе все время Ты будешь Такой Значит Недостача У тебя будет Все время Недостача Все время Тебе будет Чего-то Не хватать А если ты Смотришь На то Что у тебя Есть То у каждого Человека Есть то Что есть И слава богу Уже Достаточно Есть И это вызывает радость. А если сосредоточиться на том, чего нет, это вызывает, ну, нехватку, недостачу, злость, зависть, какие-то другие эмоции, которые вам абсолютно не помогают, а наоборот, вредят. Седьмое. Седьмое называется искрой радости. Нужно ловить искрой радости, которая у тебя есть сейчас. Вот идет человек, например, он идет, идет, оп, увидел цветочек. Вот я увидел цветочек сейчас. И теперь вот, если этот цветочек вам доставляет радость, то нужно взять эту искрой радости и ее раздуть. А как ее раздуть, искрой радости? Приостановиться. И есть в английском такое слово severing, смакование переводится. Severing. Значит, прямо внимательно вникнуть, глубоко вникнуть в то, что вам доставляет радость. И внимание, это как кислород, который расширяет то, на что ты выделяешь, на что ты обращаешь внимание. Если внимание обращать на негатив, на то, что не хватает, на то, чего ты боишься, на какие-то там плохие новости, то они расширяются и они заполняются внутреннее пространство. Но если ты ищешь искрой радости, у тебя есть решение радоваться, и ты ловишь эти искрой радости, и потом эту искрой радости своим вниманием так медленно ты туда смотришь, вдумываешься, такой вдумываешься, и она так расширяется, расширяется, оп, и из искры разгорится пламя, как нас в детстве учили, не помню кто, но фраза такая была. Восьмое. Восьмое это позитивные мысли. Позитивные мысли. Известно, что мысль может быть в голове только одна. То есть одновременно человек может в одну единицу времени думать одну мысль. Если ты думаешь мысль хорошую, ты не можешь в это время думать мысль плохую. То есть или то, или то. Как коммутатор такой. Поэтому хорошие мысли, самые хорошие мысли это Тора, мысли Всевышнего. Если тебя, вдруг ты себя обнаруживаешь, что твоя мысль пошла, значит пошла, пошла мысль твоя не туда, ты цепляешься за там, псалмы Давида, и начинают читать псалмы Давида. За недельную главу, начинаешь изучать недельную главу. За какую-то лекцию там по Торе нашел в Ютьюбе, начинаешь туда. То есть ты мыслю зацепился за что-то, дальше ты начинаешь сам думать, и оп, в этот момент ты выходишь из любых плохих мыслей. Девятый инструмент радости. Девятый инструмент радости это разговор о радости. То есть мы знаем от царя Соломона, что слова Торы нужно написать на скрижалях своего сердца и завязать на горло свое, и завязать на пальцы свои. Так в притчах он говорил. Имеется ввиду, что те слова, которые ты хочешь запомнить, нужно как записать на скрижалях своего сердца. Закрываете глаза, представляете доску, и пишите на доске то, что вы хотите запомнить. Это называется записать на скрижалях сердца, записать на свое подсознание. То есть это очень хороший способ запоминать. Закрыли глаза, и пишите, например, да, Шма, Истраэль, или там, кто учит алфавит на иврите, алиф. Вот прям внутри вы пишете прям. А можно выбивать. Представьте, что вы прям на стене выбиваете. Но так как вы это делаете с закрытыми глазами, то это получается, вы это делаете внутри себя на скрижалях своего сердца. И значит, и как завязать на горло свое, это значит произносить вслух. Вот у нас еще три минуты еще у нас урок, потому что мне сейчас как раз занял тут важную пространство своей жены, которая что-то планировала сейчас сделать. Хорошо, три минуты у нас еще урок, поэтому продолжаем. Записать на скрижалях своего сердца и завязать на горло, это был у нас девятый инструмент, произносить вслух слова Торы. Вот Дмитрий Андреевич Латуха, он знает очень хорошо Мишли, он прямо быстро находит любой отрывок. И надо беречь свое сердце, и вместо того, чтобы записывать на него шансоны, какие-то негативные новости, то лучше на нем прямо выбивать слова Торы, которые соединяют вас со Всевышним. Девятый инструмент, это проговаривать слух, завязать на горло свое. Теперь десятый инструмент. Десятый инструмент, который мы выучили, десятый инструмент, который мы выучили, это позиция в жизни ребенка, который с детства привык, мы все привыкли, дайте мне. То есть ребенок, он действительно, он зависимый от родителей, от обстоятельств, от всего. И первые 10 лет жизни нас тренировали, дрессировали быть зависимыми. Зависит, что твое настроение, твое состояние, твой режим дня, твой сон, все твое зависит от других. Твои игрушки дадут, не дадут и так далее. И ребенка приучали, как бы дрессировали на зависимость. Теперь, дальше, многие люди остаются всю жизнь в этой позиции. Ребенка, дайте мне, дай мне, дай мне, дай мне. А он уже взрослый, ему не дают. Все, ему не дают. То есть, поэтому, а кому дают? Тот, кто сам дающий. Дающий, это тот, кто умеет давать. Да, там, цветы надо дарить. То, то, то. И вот человек, который, который умеет давать другим, и он видит свою позицию, что мне ничего не надо, я не ребенок. Я взрослый человек, который получает только от Всевышнего, и является проводником добра для других людей. Все, такой человек неуязвимый. Он ни от кого не зависит. У него полностью, он дающий добро, а ему ничего не надо ни от кого. И тогда, это совсем другая позиция. Почему люди ходят все время обижены? Им не додали. Те не додали, те не додали, те не додали, те не додали. Он ходит весь недоданный. Нет, все, значит, ты можешь кому-то дать? Давай. Нет, не бери. Почему? Потому что сказал царь Соломон, что соне мотанод ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. То есть, ненавидящий, даже подарки нельзя брать. Есть такой, как бы, духовный закон, что тот, кому даже подарки не нужны, он будет, то есть, он неуязвимый. Получается, видите, как Тора, она нам дает такую интересную идею, что есть в Пертьеводе, есть такой отрывок, что воду пей, на земле спи, жизнью страданий живи, Тора учи. Если ты делаешь так, ашрейха витовлыха, если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Ну, вообще, логика не ухватывает. Как это? Воду пей, на земле спи, жизнью страданий живи, значит, Тора учи, если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в мире грядущем. А какое тут объяснение Если тебе достаточно Вот этого уровня, что ты можешь Спокойно пить воду, кушать хлеб На земле спать, и даже страдания Тебя не выбивают, и ты учишь Тору Да, то ты неуязвим То есть все, что лучше этого Тебе уже счастлив ты Да, потому что Ну, жизнь-то все равно Большинство людей лучше, чем вода Земля, там, страдания Все равно мы большую часть жизни Мы не страдаем, и так не мучаемся То есть если тебе достаточно Уровень твоей достаточности очень низкий Как йог, который может на гвоздях спать То все, что лучше этого, ты счастлив Ты говоришь, класс, вообще Вода есть, отлично Могу пить воду с-под крана Но у меня есть вода в бутылке Слава богу, вообще, вот это кайф А еще у меня есть там сок, компотик Компот вообще Или другой вариант, который Общество пропихивает нам Пропихивают маркетологи Модель принцессы на горошине Типа, вот эта вода Она уже невкусная Мне надо больше Мне надо больше Мне надо больше Теперь, как только ты уже Берешь свой уровень Что я человек, который Прям мой уровень вот такой Все, что ниже этого уровня Ты страдаешь Принцесса на горошине Которая там символ изнеженности Принцесса На горошина Под двадцатью матрасами Она страдалится Что за жизнь такая, да? То есть общество потребления Которая пропагандирует комфорт На самом деле загоняет людей В страдания А если человек берет уровень достаточности Как все хорошо Ну, то есть мне вообще нормально Я астет Теперь, ну, я пользуюсь, да Я хожу там в хороших вещах Слава богу Ну, нету их Мне тоже, слава богу Есть И так, слава богу То есть все, слава богу Это путь к радости И это был десятый инструмент Твоя позиция Или ты берущий И тебе всегда не хватает Или ты дающий И у тебя всегда избыток И одиннадцатый У нас был одиннадцатый инструмент Что все к лучшему Мы выучили в этой книге Одиннадцатый инструмент Что все, что происходит Все, что Бог делает к лучшему И мы верим Что все, что сейчас происходит К лучшему И своей верой Мы, во-первых, сдвигаем ситуацию К лучшему Но самое главное Сдвигаем свое внутреннее состояние К лучшему И увеличиваем Свою связь со Всевышним И двенадцатый инструмент У нас был Что даже когда что-то плохо Именно оттуда Какое-то будет расширение И тринадцатый Мы сегодня выучили Какой инструмент Тринадцатый Последний инструмент Мы сегодня выучили Который как назывался Видите Вот я без книжки Сегодняшний забыл Потому что Те я уже повторял А сегодняшний Какой у нас был инструмент Кто помнит Какой у нас был сегодня инструмент Мы же выучили сегодня С чего мы урок-то начали Вспоминаем 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 А И сегодня Тринадцатый инструмент Тринадцатый инструмент У нас был такой Если тебе грустно Начни веселить других Все, что ты хочешь в жизни получить Давай другим людям И ты это получишь В первую очередь Все Хорошего дня Удачи и успехам Чтобы было у всех полное выздоровление Чтобы было у всех хорошее настроение Чтобы Всевышний дал всем благополучие И чтобы наступил за счет того Что будет мир внутри у каждого из нас Шалом Шалом Чтобы был с близкими И будет шалом во всем мире За что мы молимся За что мы молимся уже без остановки Значит Но вот злодеи конечно Они что-то там пытаются Козни Козни делать Но Всевышний как раз нам Он ждет пока мы все пробудим Пробудимся И начнем Благодарить Всевышнего Радоваться И он тогда скажет Ну все Не надо мне людей пробуждать Через Через неприятности Значит они все пробудились Через любовь Благодарность Значит все нормально Воины заканчиваем Все Всем пока Удачи и успехов